Путь к мечте у жителей домов номер 153 и 153А по проспекту генерала Острякова занял 7 лет. Столько времени севастопольцы добивались благоустройства двора и установки новой игровой площадки взамен аварийной. В декабре прошлого года департамент городского хозяйства заключил контракт с подрядчиком. Этим летом строители приступили к работе, а закончить обещали до 8 августа. Все началось очень активно. Мы обрадовались, потому что после 7 лет каких-то таких препятствий мы наконец-то обрадовались. Но, к сожалению, подрядчики были не так долго. Они всего лишь проработали 10 дней, оборудование свое собрали и благополучно ушли. Мотивируя это тем, что на сегодняшний момент им не оплатили за определенный этап проделанной работы. Спустя 7 лет борьбы севастопольцы надеялись, что уже этой осенью их дети смогут играть на новой, красочной и, самое главное, безопасной площадке. С учетом этого родители решили устроить праздник для детворы в честь начала учебного года. Пригласили аниматоров, приготовили сладости. Мы этот праздник согласовали и с управляющей компанией, и с департаментами нашими. Но, к сожалению, на сегодняшний момент площадка неблагоустроена, как вы уже увидели. Но, дабы детям не портить настроение и праздник, чтобы сосоялся, мы, к сожалению, проводим его в такой атмосфере, атмосфере радостной для детей, но, к сожалению, неблагоустроенной. Больше всех установки новой площадки ждут, конечно же, сами дети. Но пока безопасные игры на свежем воздухе откладываются. 7 лет мечтаем, чтобы нам построили новую красивую площадку. Это мы просим, но никакого ответа. И хочется уже поиграть на новые красивые площадки. Хочется, чтобы были разные качели, горки, карусели. Но спасибо хотя бы, что начали устанавливать спортивный комплекс. Я хочу, чтобы продолжалось все красочнее. Когда выходишь на площадку, все бегали на эту площадку. Как ответили жителям, приостановка работ также связана с увеличением стоимости оборудования детской площадки. Из-за нехватки финансирования сдвинулись и сроки окончания благоустройства. Теперь людям обещают завершить установку игрового комплекса до конца декабря. Получается, что дети вынуждены будут играть в разрытом дворе еще как минимум 4 месяца. В начале июля они приехали и установили, как вы видите сзади меня, это спортивное оборудование. Оно установлено, вернее сказать, если честно, оно не установлено, потому что оно все шаткое, ваткое. Но, тем не менее, оно стоит в таком недоделанном состоянии. Вот они за один день приехали, и на этом все закончилось. Больше мы их не видели. Каждые две недели постоянно делаю звонки с подрядчиком, держим связь активную. Нам постоянно делают отписки, к сожалению, что сроки сдвигаются, финансирования нет. Редакция телеканала НТС направит информационный запрос в департамент городского хозяйства с целью выяснить, насколько вырастет стоимость и возможно ли ускорить процесс установки детской площадки во дворе дома номер 153 по проспекту генерала Острякова, с учетом того, что половина работ уже практически выполнена. Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.